Книга «Открытым оком», тема «Дети», том 22, вопрос 3483, плач Еремии 4, глава 10 стих. «Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели черри народа моего. Скорее, это женщина с жестким сердцем, чем с мягким». Иова 41, глава 16 стих. «Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Напротив того времени стесненности вспоминается время, когда жили в роскоши и до безумия любили своих детишек. Но вот настали времена испытания, и эти нежные матери стали безжалостными, сами зарезали своих детей и съели». Второзаконие, 28, глава 54 по 57 стих. «Муж изнеженный и живший между вами великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. «Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей и не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою, и не даст им последа выходящего из среды ног ее и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. И такое время, похоже, уже не за горами». Не ради праздности и красного словца, пытаясь что-то высказать для пользы, под дудкою чужую сроду не плясал, у своего ли я путь смертельно скользкий. Я дни и ночи со Христом сидел, у ног его с Марией, рядом с Марфой, записывал, определял, где мой удел, в честь Иеговы струны настраивал у Арфы. Мне все бы высказать, сокровища раздать, при виде обездоленных, заморенных попами. Все даль моя тянулась борозда, щедрей и гуще засевалась память. Осеялось библейское чистейшее зерно, и труд не в тягость, ежели с охотой. Не верится, что сделать столько удалось, и вижу, не успел и части сотой. Зачем Давиду надобны псалмы, и Мариам поет не по иной причине, гостям, пришедшим хлеба, преломить, и не сухарь, а с доброю начинкой. Вот так и я хотел, но что успел, чем подивил и недругов дремучих, не оказаться бы в любом, в любимом неудел, в конце послушать тех, кого измучил. Я мог не сторожить и розгой не махать, не замечать и у святых грехов о грехе. Страшился даже контура у края хат, старался уже смирение загодя объехать. И Бог порадовал на склоне примизны, дал выстоять под шквалом злых упреков. Теперь я почуем конкретно через них. Кого так допекал, вставал им против? Я знал, надеялся и верил в тихомолку, что щедрый высев даст когда-то плод. На них истрачено, не сосчитаешь сколько, рожденная плеяда благословение шлет. 13 июля 2007 года, Игла. Продолжение следует...